Всем здорова! Наконец-то посылка из Китая с сайта Алиэкспресс. Внутри смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus. Глобальная версия, 3 гига оперативки и 32 встроенной. Давайте распакуем, проверим, протестируем и, конечно же, ну не знаю, обмоем. Мой старый смартфон Redmi 4X меня полностью устраивал. Я не собирался его менять и когда я смотрел обзоры на новенький Redmi 5 и Redmi 5 Plus, я не собирался его покупать. Не думал его даже покупать до тех пор, пока не начал замечать те фишки, которые меня начали подкупать. И из-за которых я все-таки начал хотеть себе Redmi 5 и именно Plus, который с экраном 5,9 дюймов, вернее 5,99. Я вообще не любитель больших смартфонов. Мой основной телефон это 4-дюймовый iPhone SE. Но как второй, в принципе, я готов иметь даже 6-дюймовый. Давайте сейчас выполним распаковку и все проверим. Упакован смартфон нормально. Внутри пакета подушка безопасности, а уже в ней коробка со смартфоном. Вот этот вот чехол, наполненный воздухом, очень хорошо защищает товар. Мне в прошлом году прислали смартфон просто в пакете, без подушки безопасности. Ну, хорошо, что все приехало целое. Защитное стекло и пленка в подарок. Это мы откладываем в сторону. Ну, красная коробка, вот оно, первое изменение. Xiaomi поменяли вот эти вот классические белые коробки на красные. Мелочь, а уже инновации. Мне приехала Redmi 5 Plus синего цвета, версия с 3 гигами оперативки и 32 встроенной. Здесь стоит Snapdragon 625, батарея на 4000 мА. И обратите внимание, коробка запаяна в заводскую пленку. Это глобальная версия. И на коробке, ни слова на китайском. Спереди надпись Redmi 5 Plus. Внизу мелким шрифтом краткие характеристики на английском языке. Сбоку опять же Redmi 5 Plus и уточнение, что это глобал версия. Давайте снимем заводскую пленку сейчас и достанем из коробки смартфон. Сверху лежит конвертик с комплектным бампером. Его мы посмотрим чуточку позже. И здесь у нас смартфон. Посмотрите, какой огромный дисплей. А с обратной стороны синий цвет. Он просто обалденный, блин. Великолепный цвет. Просто приятно на него смотреть. Реально, не зря синий самый дорогой. Он реально очень, очень красивый. Итак, это как сейчас принято называть безрамочный смартфон со отношением сторон 18 на 9. Но мы это с вами понимаем, что это нифига не так. У Redmi 5 Plus есть рамки. Просто они здесь маленькие. И это, кстати, первое, что меня подкупило. Современный дисплей со отношением сторон 18 на 9 плюс минимальные рамки плюс невысокая цена. Если обновляться каждый год на новенький iPhone я пока не готов, то обновить телефончик, цена которого до 200 долларов, в принципе можно. При заказе я жестко тупил, потому что не мог определиться с цветом. Если хочешь дешевле, то бери золотого цвета. Он, видимо, менее популярен, и поэтому его китайцы толкают в среднем за 155 баксов. Хочешь, чтобы минимальные рамки стали вообще незаметными? Бери себе черный. Он чуть дороже, 160 баксов. Как я уже сказал, рамок, считай, нет. И, кстати, в комплекте идет официальный черный чехол, который просто обалденно смотрится с этим телефоном. И 170 долларов продавец хочет за смартфон синего цвета. Такие цены были, когда я заказывал. Сейчас, может, уже дешевле или дороже. Плюс от продавца к продавцу цены могут немного отличаться. Заводскую пленку я снял. Смартфон включил. Первую настройку выполнил. Все хорошо. Давайте еще пробежимся по комплектации. Здесь у нас маленькая инструкция на English. Продавец подарок бросил защитную пленку и стекло. Thank you very much. Или, как говорится на китайском, Sese, Sese Mi. Блок питания с европейской вилкой 5 вольт 2 ампера. Кабель microUSB длина 80 сантиметров. Скрепка для открытия лотка. Ну и комплектный чехол. Обычный прозрачный силиконовый бампер. Сидит нормально, не сползает. Здесь у нас бампер, как я уже сказал, прозрачный. А вот для черного телефона там и бампер тоже идет в черном цвете. Тем временем смартфон у меня уже запущен. И уже прилетело здесь обновление. Обновление 9.5.4. Обновлять мы пока что не будем. Давайте зайдем в настройки и посмотрим, что у нас тут стоит из коробки. Здесь у нас Redmi 5 Plus, Android 7.1.2 и версия MIUI 9.5.2. Как я уже говорил, оперативки 3 гига и встроенной памяти 32. Из них доступны всего лишь 23. Что по мне так очень и очень мало. Давайте я обновление поставлю на загрузку. Пусть скачивается. Смотрите, кнопки, которыми я здесь пользуюсь. Назад, домой и меню. Они у нас отображаются на экране. Таких сенсорных кнопок на самих рамках, как на старых смартфонах, здесь уже нет. И отображение этих кнопок на дисплее можно будет отключить, что я в дальнейшем и сделаю. И управлять смартфоном без кнопок с помощью жестов, как на 10-ом айфоне. Это, кстати, была еще одна фишка, которая подкупила меня к приобретению нового смартфона. Напомню, первые несколько звоночков это был дисплей 18 на 9, минимальные рамки, плюс доступная цена. Я когда узнал, что в новых прошивках появится возможность управлять смартфоном жестами, там не будет кнопки назад, меню и домой, я что-то как-то еще больше захотел себе этот смартфон. Про жесты еще дальше поговорим, когда я с ними разберусь. А сейчас давайте вернемся к смартфону, сделаем яркость на полную и запустим камеру. Сделаем сейчас пару тестовых снимков и запишем маленькое, коротенькое видео. А в дальнейшем, конечно, будет большой влог на эту камеру. Протестируем ее в различных местах и с различным освещением. Днем, вечером, дома и на улице. Пробежимся еще, наверное, по торцам смартфона. В принципе, все нормально, все красиво. Ну вот, думаю, бампер лучше все-таки снять. И, кстати, еще раз, вот в цвете синий реально очень крутой. Он через камеру классный, а вот вживую еще круче смотрится. Обратите внимание, камера в этом телефоне немного выпирает. Но если одеть бампер, даже тот комплектный, то все сразу становится вровень с телефоном. Все окей. В принципе, после первого взгляда на этот смартфон я доволен. Давайте я сделаю щелчок пальцами и мы переместимся в будущее. Протестируем камеру и другие функции. В первую очередь хочу сказать, что я в восторге от этого телефона. Раньше я пользовался 4,7-дюймовым Redmi 4X. В основном, как звонилка. У меня там стояло две сим-карты. А для всех остальных задач я использовал 4-дюймовый iPhone SE. С Redmi 5 Plus все поменялось. Я не выпускаю почти его из рук и очень редко беру свой iPhone. В основном беру его для того, чтобы обновить Instagram, потому что на iPhone у меня осталось очень много неразмещенных фотографий. Я набросал себе несколько пунктов, о которых в первую очередь хочется здесь рассказать. Камера — это очень важный момент. Давайте вместе посмотрим несколько фотографий, которые я успел сделать за эти дни. Камера — это очень важный момент. При достаточном количестве света фотографии получаются очень крутыми. Обратите внимание, как классно размывается фон. Смотрите, какая детализация. На морде собаки видно не только усы, видно даже вот эти частички носа. Следующие снимки сделаны при искусственном освещении. На потолке у меня просто вкручены яркие светодиодные лампы. При слабом освещении пока что я почти ничего не сфоткал. Есть фото на балконе, есть мое рабочее место. И все, больше ничего найти пока что не смог. Фронталка нормальная, как всегда, размывает лицо так, что скрывает все дефекты. И это даже хорошо. С видео все намного хуже. Казалось бы, картинка красивая, сочная. Но где? Где стабилизация? Хоть какая-нибудь программная, как на iPhone SE. Я просто держу смартфон в руках, я даже не иду. И при этом все дрожит. Опять же, картинка классная, качество хорошее. Но вы видите, да, как все трясется. Так было на нашем Redmi 4X, так было на нашем Redmi Note 4X. Так оно вот и здесь тоже. Я думала, он мне послышал. Тебе послышалось. Нет, и потом... А что это в комбинезоне? Ты что, беременна? Да, конечно. Оу, в комбинезоне. А в рюкзаке у тебя что? В рюкзаке там йогурт. Этот? А, йогурт. Давай протестируем звук. Покажи свой смартфон. У Наташи Xiaomi Redmi Note 4X. Блин, все теперь путать их фетсов, поназывают их. Итак, понеслась запись на фронталку. Дует легкий ветер. Я иду, снимаю себя на вытянутую руку. Пытаюсь догнать Наташу. Наташа, подожди. Ну, зачем? Так, попадаю в кадр. Вот так снимает фронталочка. На Xiaomi Redmi Note 5+. Как выбрать смартфон от Xiaomi? Первое правило. Никогда не покупай смартфон от Xiaomi. Шутка, шутка. На самом деле, классные смартфоны они делают. Я сейчас на фронталку записываю видос. Буду писать влог. Я обязательно на фронталку поснимаю. На фронталку хоть не так заметна вот эта вот тряска, когда ты идешь. Почему? Потому что просто. И, кстати, микрофоны это тоже касается. Такое ощущение, что у китайцев вагоны этих микрофонов, которые нужно куда-то использовать, вот они и ставят их во все свои бюджетные смартфоны. А может, не только в бюджетные. Разобрался я с жестами. Они очень простые и при этом удобные. Сначала покажу, как отключаются кнопки, которые на экране. Заходим в настройки и находим внутри настроек раздел безграничный экран. Внутри у нас выбран первый режим, кнопки навигации. Мы с вами включаем второй, полноэкранные жесты. И сразу показываю, как легко и просто ими пользоваться. Если вы, допустим, открыли какую-то программку, а теперь хотите ее свернуть, то просто смахните пальцем снизу вверх. Если вы открыли несколько приложений, а потом их свернули, а теперь хотите их закрыть, то делается это так. Проводим пальцем снизу вверх и не отпускаем палец, пока не увидим, что многозадачность запустилась. Многозадачность открыта, и теперь мы можем по очереди закрыть ненужные приложения. Либо же просто нажать на крестик, и все приложения закроются сразу. И последний жест, он заменяет кнопку назад. Когда мы зашли куда-то, а теперь нам нужно вернуться назад, то мы делаем свайп слева направо, и вот она вам, кнопка назад. Я очень давно ждал этого свайпа назад, потому что он есть на айфоне, и им очень удобно пользоваться. Крутые жесты, к ним очень быстро привыкаешь, и с ними удобно работать. Экран 6 дюймов, это вообще отдельная тема для разговора, но вкратце о нем поговорим. В сравнении с 4,7 дюймовым Redmi 4X и 5,5 дюймовым Redmi Note 4X, 5 Plus выглядит вот так, как вы сейчас видите на своих экранах. По-новому как-то воспринимается видео, особенно те, что сняты на широкий угол. Понятное дело, что экран большой, влезает больше информации, но вот особенно понравилось смотреть видео и читать книги. Высоту экрана очень большой, и очень удобно читать книги. Запаса яркости хватает даже при ярком солнечном свете. У нас сейчас жара, каждый день солнце, а на экране все равно все видно. В Redmi 5 Plus есть фронтальная вспышка, только включается она не во время фотографирования, а перед. То есть, получается, как бы подсвечивает тебя, как фонарик. Батарея здесь 4000 мА. В первое время мне сейчас заряда хватает на двое, на двое суток. Это при том, что смартфон я сейчас использую очень активно. Посмотрим, что будет дальше, а пока что все очень круто. Максимальную яркость показал, теперь вот показываю минимальную. Как-то так. Кстати, в новых прошивках появились живые иконки. Смотрится довольно-таки симпатично. Смотрите, я сворачиваю раздел настройки, и у меня шестеренка делает такой небольшой оборот. И так происходит со многими стандартными приложениями, но пока что не со всеми. Из галереи вылезает солнышко, в камере уменьшается объектив, в заметках появляются черточки, ну и со временем это будет появляться и в сторонних приложениях тоже. Хотя вот в некоторых уже появились, например, вот в Facebook и в Instagram. Я покупал этот телефон на Алиэкспресс, при необходимости ссылки ищите в описании. Если это видео вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и напишите свой комментарий, если есть что добавить. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, ссылочки всегда есть в описании под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok